Привет, дорогие криптаны! В этом видео мы с вами обсудим нашумевший чат GPT, а также способы заработать на нем. Нам с вами, Криптанам. С вами канал Просто Крипта и давайте начинать разбираться. Но перед тем, как начать, я хочу попросить тебя подписаться на наш телеграм-канал, потому что там очень много полезной информации, инсайтов и даже денежные розыгрыши проходят. А также, если ты хочешь начинать торговать трейдить, то регистрируйся на бирже Bybit по нашей реферальной ссылочке. Все в описании. Итак, хайп вокруг чата GPT все не утихает и не утихает, но тем не менее многие не знают всех его секретов о том, как можно на нем заработать. Почти все называют чат GPT искусственным интеллектом, но по факту это всего лишь нейросетка. И вместо бесполезного введения сразу разложу вам разницу между ИИ и нейросетью. Искусственный интеллект – это способность имитировать человеческое поведение, думать как человек, иметь творческое мышление, как и у человека. И к счастью, ИИ – бесконечно недостижимая цель. Как только машина, не имеющая чувств, боли получит человеческий интеллект, так сразу можно будет прощаться с Homo sapiens. Нейросеть же всего лишь обрабатывает массив данных, которые в нее загнали. Случаи с чатом GPT – это огромное количество информации, грубо говоря, со всего интернета, собранная до 2021 года. Чат GPT залито очень и очень много информации. И практически в 100% случаев она не будет выдавать вам с первого раза все, что знает. Поэтому обязательно используй слово continue, точнее функцию, получить еще больше инфы. Вот наглядный пример. Нейросетка уже подвела итог, расписала основные шаги, но после continue спокойно нашла еще информацию и смогла расширить список на еще больше до 15 пунктов. А теперь давай же разберемся, где можно использовать чат GPT в сфере криптовалюты для заработка. Первое – это твиттер-фермы. Сейчас существует определенная мода на создание и прокачку твиттер-аккаунтов. В первую очередь их используют для буза различных форм на получение вайт-листов в проектах и так далее. Люди пишут огромные текста, чуть ли не вручную, переводят их на английский язык, стараются привлечь органический трафик. Если грамотно использовать чат GPT для создания этих текстов, то, грубо говоря, все, что от тебя требуется, это подобрать интересную актуальную тему. 15 постов на 15 разных тем можно сгенерировать за один или максимум два часа. И очевидно, что содержание нужно будет проверять и править, но затраты по времени не сопоставимы с ручным написанием. Не забываем и про вспомогательный AI-инструмент, без него текст будет сыроват. Вот ты досмотрел до этого момента и я готова поспорить, что ты не понял, какую часть моего данного сценария написал именно чат GPT. Ну а мы продолжаем. Вот и для общения. Пока не встречала супер крутых инструментов, оно и неудивительно, ведь прошло несколько месяцев с момента релиза чат GPT-3. Но к концу года, я уверена, появятся просто невероятные чат-боты, общение с которыми никак не будет отличаться от общения с реальным человеком. Разработчики, занимайтесь разработкой. Эпоха гриндовать листов в NFT-проекты путем написания огромного количества сообщений в Discord уже прошла. Но если вдруг мета вернется, нет, то обладатели подобных ботов смогут строить мегаэффективные фермы для абуза. Наверняка многие слышали уже про DALI-2. Тоже очень крутой инструмент, который генерирует картинку по вашему текстовому запросу. Сразу покажу, на что она способна. Правила использования очень просты. Максимально точно и подробно описывайте желаемое изображение. Вряд ли с первого раза результат вас устроит, благо картинку можно править. Заходите в редактор, выделяете необходимую область, снова точно и четко прописываете, что хотите видеть конкретно в выбранной вами области. И если результат все равно не устроил, то пытайтесь прописать заново или просите нейронку предоставить больше вариантов. Таким образом можно сгенерировать уникальное, красивое изображение без каких-либо знаний дизайна, навыков фотошопа, доп. иллюстратора и так далее. Но это еще не все. Ведь можно использовать промпты. Да-да, вы просто загружаете их в Дали 2 и получаете возможность генерировать совершенно уникальные картинки в нужном вам стиле, с использованием нужных вам объектов и шрифтов. Если честно, Дали 2 связки с Пронт Бейс по факту могут заменить среднего дизайнера. При работе с этими инструментами снова возникает ощущение, будто перед тобой ребенок, который пишет картину, а ты ему подробнее разжевываешь, что хочешь на ней видеть. Самое важное, что изображения на выходе получаются супер качественные и красивые. Итак, как же это использовать на практике? Первое, что приходит на ум всем криптанам, это NFT. Да, можно запросто сгенерировать уникальную красивую NFT коллекцию буквально за пару часов. Особенно полезный инструмент для разработчиков Degen коллекции, фаундеры которых зачастую не делают сильный упор на арты. Все, кто занимается фармом вайт-листов, проект, думаю, и без этого видео давно в курсе про этот великолепный инструмент. Теперь не нужно платить 50 долларов художнику за арт. Достаточно просто скачать за пару баксов необходимый промпт, четко и ясно объяснить нейросетке, что нужно рисовать. И вуаля, арт готов. Затем у нас идет оформление соцсетей. Возьмем тот же Twitter или Telegram. Обычно нанимают дизайнера, который там за 10 долларов делает картинки к постам в едином стиле. Теперь нужда подобного человека попросту исчезает. Находите или сами создавайте нужный промпт и генерируйте потом бесконечное количество обложек в заданном стиле. С новыми элементами, с новым описанием и так далее. Быстро, удобно, легко и практически бесплатно. Возможно, вы заметили, что я на каждый раздел привела по два примера применения нейросетки. Да, не хочу сильно затягивать видео. По факту, уже область применения чата GPT и смежных инструментов очень широка. А теперь давай немножко подсуммируем все, что мы с тобой обсудили. Хайп на AI-проекты по-прежнему не утихает. И этот хайп вполне оправдан. Новые продукты, существование которых стало возможным благодаря чату GPT, уже приносят огромное количество пользы. Вполне вероятно, что с выходом чата GPT-4 мы действительно увидим массовое вымирание некоторых профессий. Итак, что же сейчас делать? Первое, это искать способы применения нейросетей конкретно в своей деятельности и активно использовать предоставляемые возможности. И второе, это резко менять сферу деятельности, если профессия в зоне риска. Профессия, в которой человека легко можно будет заменить нейронкой. Ну что же, на этой ноте наше видео подходит к концу и я хочу попросить тебя не забыть подписаться на наш канал, также на телеграм, ссылочка на который есть в описании, поставить лайк этому видео и прокомментировать, о чем бы ты хотел в следующий ролик. С вами был канал Просто Крипто и помните, что крипто это просто.